Коктейль, чернила и слёзы Значит, в февраль, значит, снова считать его корабли Хочется сдохнуть, да где тот проклятый Васильевский остров? Хочется жить, но не слишком касаясь земли Более 20 участников, музыкантов и поэтов Строгие классические стихотворные формы, рок и рэп на одной сцене Пестрота костюмов выступающих – всё это музыкально-поэтический марафон «Послушайте» Даже если брать одну поэзию, всё равно получится очень по-разному Кто-то старшее поколение пишет по-своему, молодое поколение пишет по-другому Кто-то экспериментирует, кто-то ещё что-то И в данном контексте получается, что вот эта рэп-культура, субкультура, она тоже вполне уместна Этот марафон седьмой по счёту Со времён первого его участники успели сдружиться Кстати, организаторы подгадали, чтобы он совпал с седьмым днём недели и начался в семь вечера Верный способ сорвать джекпот творческой удачи Кстати, как говорят сами поэты и музыканты, дружба обоснованной критике не помеха Наоборот, друзья самые объективные и внимательные Правильная дружба на самом деле не страдает от объективной, опять-таки, критики Потому что критика должна быть, естественно, объективной И тогда всё нормально Если правильная критика, правильная дружба, то ничего страшного не происходит Мы вот с Игорем знакомы тоже 10 лет И начинали мы на литературной студии вместе И друг друга критиковали очень активно, что нам, в общем-то, не мешает Но всё-таки на «Послушайте» приходят не ради критики, не ради оценки собственного творчества Для этого существуют литературные студии, кружки, огромное количество ресурсов в интернете У организаторов другая цель – создать общее творческое пространство Объединить людей, работающих в разных музыкальных и поэтических направлениях К тому же получается так, что марафон не ориентирован на какое-то обсуждение Поскольку он достаточно протяжён по времени Три более часов Поэтому критика не предполагается Предполагается знакомство И он не начинался ради того, чтобы люди из одной тусовки познакомились с людьми из другой тусовки Современная культура похожа не то на пёструю мозаику, не то на лоскутное одеяло Раздроблены на субкультуры, элементы, тусовки Это неплохо Зачастую в тусовках зарождается по-настоящему интересное творчество Но власть формата на телевидении или радио загоняет многих в узкие рамки элитарности В таких условиях найти путь к читателю или слушателю в разы сложнее Именно этой системе и бросает вызов марафон Поэт, он хоть и пишет стихи в одиночестве Но после этого ему обязательно нужно общение с себе подобными И вот на таком марафоне, слава Богу, можно увидеть людей и пишущих И тех, которые любят стихи, любят поэзию И пообщаться с этими людьми Тем более, что здесь приезжают люди из других городов И из Москвы, и из Тулы, и из каких-то ещё близлежащих окрестностей Вот поэтому это очень интересно За ней ходил повсюду следом Он все её повадки знал Огнём, водой, землёй и небом Он её имя заклинал Пытует мнение, что творческие люди – некая закрытая каста, Которая мирское не касается вообще, А к окружающей действительности они абсолютно равнодушны Но это не так Поэзия так или иначе принадлежит этому миру, Стране, где живёт автор, городу, под демом которого рождаются рифмованные строчки Поэт должен как-то уметь сопереживать этому миру И быть более открыт и обнажён перед этим миром А это никогда нелегко Беспросветно царит усталость Звёзды глаз твоих смотрят холодно В пустоте ты одна осталась После бури Значит, пока дрожит струна, пока льются сентябрьским дождём строчки на бумагу Пока есть красота и глаза, чтобы видеть её Кто-то будет вновь и вновь вставать на этот трудный и тернистый путь Открываться миру и открывать его для себя Екатерина Кузьменко, Олеся Хорикова, Артём Соснин Легко